Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Иногда вдохновляешься на создание видеороликов буквально первым же входом в интернет. Алекс Беккер, это генеральный директор Heroes и DoggyCoin Максималист. Он написал следующий пост. Биткоин-циклы ушли в прошлое. Все знают, какой здесь потенциал. Люди будут усиленно готовиться к следующему халвингу. Так усиленно, что цикла просто не произойдет. Поэтому следующий буллран будет глобальным и массовым принятием. Про потенциал сегодня мы еще с тобой поговорим. Покажу тебе один график, который наверняка вызовет у тебя удивление. Также мы поговорим про альткоин-сезон. Да, давно мы не слышали такого словосочетания, но пришла пора опять о нем поговорить. Но самое главное, это то, что я нашел в комментариях под этим постом, и то, что меня сильно-сильно удивило. Видео называется «Десятилетний падающий рынок биткоина на горизонте». Ох, чую, дизлайков наловлю. Но я не мог не поделиться с тобой этим. Мы с тобой привыкли говорить о том, что на долгосроке биткоин фундаментально заточен на рост как дефляционный актив. Как актив с очень ограниченным предложением. Что фундаментально означает увеличение ценности при росте спроса на него. Поэтому мы и спекулируем, что при массовом принятии биткоина его цена взорвется. Но то, что я услышал в этом видео, совершенно не похоже на все, о чем мы говорили раньше. Это видео совершенно иная точка зрения, которую нам, как биткоин-максималистам, тоже нужно услышать. Я с ней не согласен категорически, но чисто технически это даже похоже на правду. Ведь когда ты видишь на графике вот такую свечу, неважно красную или зеленую, она называется падающей звездой, это означает разворот тренда, то есть падение после роста. Давай немножечко теории, перед тем, как перейдем к практике. Падающая звезда состоит лишь из одной свечи. Определить ее на графике достаточно просто. Надо лишь проверить ее на несколько критериев. Критерии следующие. Открытие свечи произошло с разрывом вверх. Тело свечи относительно короткое. Визуально должно походить на квадрат. Верхняя тень свечи минимум в два раза длиннее тела. А нижней тени либо вообще нет, либо она не превышает половины высоты тела. Цвет свечи значения не имеет. Как ни странно, всем этим критериям образовавшийся паттерн соответствует. Я вообще не планировал сегодня такое видео, но пожалуйста, посмотри отрывок из него. Он звучит правдоподобно. Если что, все это анализ криптомейза, я к этому отношения вообще не имею. Мою позицию ты знаешь и знаешь уже давно, если подписан на мой канал достаточно длительное время. После просмотра этого видео я попробую опровергнуть эту теорию. Я хочу показать вам интересное наблюдение. То, что мы видим здесь, это шестимесячный график цены биткоина. Это график первой криптовалюты с самого начала ее истории. С июля 2010 и по сегодня. Каждая свеча на этом графике отображает движение цены биткоина за 6 месяцев. И этот график показывает нам цену биткоина за 11 лет. Очень важно, еще раз. Одна свеча это 6 месяцев движения биткоина. Что интересно, на этом графике мы можем увидеть эту свечу здесь. Эта свеча происходит на протяжении последних 6 месяцев. Она закроется приблизительно через 3 дня. Ребята, на самом деле она уже закрылась. Это дополнение. Интересно то, что эта свеча в техническом анализе называется падающей звездой. Эта падающая звезда обычно сигнализирует конец тренда и его разворот. Если у нас есть растущий тренд и мы видим такую свечу, это сигнал на разворот тренда. И затем мы переходим в нисходящий тренд. Самое страшное именно в этой свече то, что это 6-месячная свеча. Это не один день, не неделя и даже не месяц. Это полгода. На 6-месячном графике биткоин находится в растущем тренде с июля 2010-го. Биткоин стоил меньше доллара и достиг 65 тысяч. Очевидно, что с 2010 по 2021 биткоин был в бычьем цикле на 6-месячном графике. И теперь мы видим эту разворотную падающую звезду. Это значит, что 10-летний растущий тренд разворачивается и нас ожидает 10 лет нисходящего тренда. Это звучит супер страшно, но об этом говорит график. Дальше он повторяет все то же самое еще на протяжении 8 минут. Основную суть я передал. Напиши свое мнение по поводу анализа криптомейза. Я могу сказать следующее. Не график формирует актив. Актив формирует график. Он может технически анализировать биткоин. Но почему он забывает про его фундаментал? Кроме этого, в биткоин вовлечено едва лишь 2% населения планеты. И вот теперь я хочу показать тебе вот этот график. Тот самый график, который обещает взорвать твой мозг. Как я и обещал в начале этого видео. Это лучшее, что я видел за последнее время. Этот график просто взрывает мой мозг. И когда я на него смотрю, я понимаю потенциала в криптосфере столько, что товарищу криптомейзу нужно отменять свой 10-летний падающий прогноз. Итак, ось X отображает годы. Ось Y отображает процентное принятие технологии. Где 0% технологии не пользуется вообще никто, а 100% она стала неотъемлемой частью нашей жизни. Я хочу отметить, что с каждым новым десятилетием кривые принятия становятся все более вертикальными. Это означает, что каждая новая технология принимается человечеством все быстрее и быстрее. Чем более цифровым становится мир, тем быстрее принимается новая индустрия. А где же кривая биткоина на этом графике? Да вот же она, вот. Около 2% принятия. Просто вдумайся в эту цифру. Мы все еще на таких ранних этапах. Что же будет с биткоином, когда его принятие вырастет до 40%, до 80%, даже до 100%? Я боюсь это представить. Напомню, принятие биткоина сейчас начинает расти более быстро, чем принятие интернета в свое время. Где синей линией обозначено принятие интернета, а серой принятие биткоина. Как видишь, где-то в этой точке биткоин начал быстрее приниматься, чем интернет в свое время. Так разве может с таким фундаменталом, с таким потенциальным будущим биткоин падать в следующие 10 лет? Я в это не верю. Никак не могу поверить. Теперь я хочу перейти к этому графику, который может показать нам, что вообще происходит с биткоином на среднесроке. Этот график отображает распределение реализованной цены UTXO. Он показывает объем предложения биткоинов, переданных в различных ценовых диапазонах. Именно на основе этих объемов можно определять уровни поддержки и сопротивления. Важно отметить, что это объемы не на централизованных биржах, а на публичном блокчейне. Это большая разница. По информации Glassnode, между ценами 31 тысяча и 34 тысячи, более чем 1,86 миллионов биткоинов были переданы в блокчейн. Это почти 10% от всей циркуляции биткоинов. И это самый большой объем с тех пор, как биткоин стоил 12 тысяч долларов. Ничего не понятно, да? Но что же это значит вообще? Что это значит для нас, как для биткоин-холдеров? Это означает, что в диапазоне от 31 до 34 и 3 тысяч долларов нарисовался сильнейший диапазон для цены биткоина. На данный момент это диапазон поддержки. Но нужно помнить, что уровни поддержки могут превращаться в уровни сопротивления. И наоборот, на этой анчейн-метрике мы видим, что ниже 31 тысячи долларов у нас не так уж и много хороших уровней поддержки. Это 26,5 тысяч, это 23,3 тысячи, это 18,8 тысяч долларов. Я не даю финансовые советы. Я просто даю свои размышления на этом канале. Не призываю им следовать, а призываю действовать по своему анализу. Но что это значит для меня? Что это значит для биткоин-холдеров? Это означает, что если 31 тысяча долларов не удержится для биткоина, эта финальная капитуляция, о которой мы говорили вчера, может оказаться ужасной. А отметка в 31, 34 и 3 тысячи долларов в будущем может оказаться столь же сильным сопротивлением, как поддержкой сейчас. Но если в этом диапазоне сейчас, прямо сейчас покупатели смогут перевесить продавцов, то диапазон от 31 до 34 и 3 тысяч долларов может стать еще более сильной поддержкой и служить трамплином для продолжения роста. Опять же, два сценария точно так же, как и вчера. Никто не знает, что будет дальше, но как адекватный инвестор я должен быть готовым ко всем возможным сценариям. И на самом деле, даже сценарий падения, даже до 18 и 8 тысяч долларов, я считаю очень хорошим. Ведь тогда я начну снова накапливать биткоин. Несколько месяцев назад я снимал видео о том, что я перестал напрямую покупать биткоин. Я подумал, что покупать биткоин выше 40 тысяч долларов для меня уже не имеет смысла. Я набрал свои позиции, когда рынок падал. На медвежьих рынках мы накапливаем, на растущих фиксируем. Мне очень сильно понравился вот этот комментарий от пользователя Flower Street 54 Flats. Все знают, что выиграть можно, покупая в моменты краха и ужаса, но большинству просто не хватает смелости это сделать. Эмоции людей заставляют их покупать дорого и продавать дешево. Да, ребята, люди это знают, но не делают. Они делают только вывод на собственном опыте и затем забывают абсолютно обо всем и начинают все сначала. У людей плохая память, а циклы достаточно длинные, чтобы люди все забыли. И начали все сначала. Я хочу показать тебе перспективу. Биткоин и криптовалюта рухнули. Теперь первая криптовалюта стоит едва ли 32 тысячи долларов. Эфир стоит едва ли 2000 долларов. Бинанскоин 300 баксов. Карданы 1,2 доллара. XRP 60 центов. Догикоин 19 центов. Что было год назад? 19 июля 2020 года. Биткоин стоил 9000 долларов. Эфир 200 долларов. XRP 20 центов. Кардана 12 центов. Бинанскоин 18 долларов. Догикоин стоил 0,003 доллара. Смысл в том, что нужно думать долгосрочно. Хотя, кстати говоря, насчет Догикоина я не уверен. Мне кажется, в будущем он даже сможет вернуться к этой цене. Не слишком я верю в эти мемные криптовалюты. Я ищу технологии, а не смешнявки всякие для своих инвестиций. Хотя, конечно, если тебе нравится Догикоин, я ничего навязывать не буду. Нравится и нравится. А теперь я хочу показать тебе вот этот график. Мы помним о графике доминирования Биткоина, который, если растет, показывает нам то, что Биткоин превосходит альткоины. Если же растет этот график, как, например, вот здесь, это означает, что Биткоин теряет свое доминирование в пользу альткоинов. А значит, альта растет как сумасшедшая. Что мы видим сейчас? Это то, что график уже сильно опустился. И в скором времени достигнет вот этих исторических низов. Он находится на пути к ним. Однако сейчас все еще есть небольшое место для его падения дальше, которое как бы намекает нам на то, что нас ожидает еще как минимум одна капитуляция. Перед тем, как стартует новый альткоин сезон. Нужно следить за этим графиком. Как только он опустится до 25 и ниже, это может быть хорошим сигналом для альткоинов и их восстановления. На этой диаграмме мы видим потери или прибыли альткоинов за последний период. И мы видим, что некоторые из них потеряли просто огромные проценты. Нео потерял 74% стоимости, Йота 68%, Дот 64% и так дальше. Кстати говоря, Cardano держится очень неплохо, потеряв всего лишь 2% от своего исторического пика. Я думаю, это происходит из-за обновлений, связанных с Alonso и смарт-контрактами. Если бы мы сейчас находились в растущем тренде, эти обновления скорее всего заставили Аду очень-очень хорошо вырасти. Так что да, альткоины после потенциальной капитуляции должны показать хорошее восстановление. Наверное, даже лучше, чем биткоин. Но никто не скажет конкретно, когда именно это произойдет. Никто не знает день и время. Но я могу сказать, что это произойдет тогда, когда этот график вернется вот к этим отметкам от 2 до 26. Если этот график окажется приблизительно в этом диапазоне, это будет хороший сигнал на то, что начинается новый альткоин сезон. Так было в прошлые разы вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Поэтому нужно следить за этим графиками дальше. Я, наверное, ссылку на него оставлю в описании. На этом все, ребята. Если видео тебе было интересным или полезным, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим о криптовалюте. А меня зовут Богатейщий Ди. Зарабатывай и богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok